Сведение, сведение, сведение. Сегодня на ютубе можно найти огромное количество материалов на тему сведения битов. И хоть я и сам обеими руками и ногами за то, что биты нужно сводить, сегодня я предлагаю поговорить о вещах, которые намного важнее, чем сведения битов, и без которых любое сведение, каким бы оно гениальным и идеальным не было, будет бессмысленно. И первое, с чего стоит начать, это, конечно же, идея вашего бита. Как бы я не болел за то, что биты нужно сводить, я вынужден согласиться с ребятами, которые говорят о том, что идея решает. И это действительно так. Даже если вы сделаете сведение уровня Грэмми, но при этом ваша идея будет скучная, неинтересная, занудная, не будет качать, никакое сведение вам не поможет. И наоборот, если у вас очень интересная, запоминающаяся, качающая идея, но где-то вы немножечко проебались со сведением, идея вывезет. Потому что что? Звукач сведет. Поэтому самое первое и самое важное, над чем вы должны работать и постоянно прокачиваться, это, конечно же, идейная составляющая ваших битов. В этом вам, конечно же, поможет прослушивание разной музыки, детальный анализ этой музыки. Можно перебивать разные треки, разные биты, это будет очень полезно. Ну и, конечно же, просто практика. И чем больше вы будете практиковаться, тем ваши идеи будут лучше, лучше, лучше и лучше. Гнаться за уникальностью я бы не рекомендовал, потому что это путь в никуда. Уникальность, она придет сама собой, если вы будете делать то, что я сказал выше. Потому что, так или иначе, все уникальное в этом мире, это есть продукт бесконечного анализа и переосмысления того, что уже существует в этом мире. Уникального нету ничего. Просто смиритесь с этой мыслью. Я знаю, что вы сейчас покинете в меня кучу камней. Будете говорить, нет, надо делать все уникально. Свой стиль, свой почерк, ба-ба-бара-бара-бара-бара-бара. Оно придет. Оно придет само по себе. За этим не нужно гнаться, потому что, если вы будете за этим гнаться, вот тут-то вы попадетесь в ловушку, и ничего уникального вы никогда не сделаете. А все, что вы будете делать, будет, ну, неслушабельным. Как бы обидно, страшно и горько это не звучало. Чаще всего. Конечно же, не 100%, но чаще всего так и будет. Просто делайте. Ваша задача, чтобы ваши идеи были интересные, запоминающиеся, вызывали эмоции и качали. Так что, первое, это идея. Второе, подбор инструментов. Что мы можем услышать на эту тему у разных экспертов на ютубе? Подбирайте качественные звуки. Это абсолютно верно. Качество финального трека зависит от чего? От исходников, которые вы использовали в своем бите. Соответственно, если вы записываете инструменты, голос самостоятельно, то ваша задача позаботиться о том, чтобы запись была как можно чище и качественнее. Без перегрузов, без лишних шумов и так далее. Ну, естественно, все в пределах ваших возможностей. А если же вы используете виртуальные инструменты, тогда желательно использовать зарекомендовавшие себя плагины, синтезаторы, там, сэмплеры, да, зарекомендовавшие себя библиотеки. Опять же, без лишних призвуков всяких, без лишних шумов и так далее, и так далее, и так далее. Но это только начало. Это только верхушка. Подбор инструментов на самом деле это очень важная тема. И помимо качества, здесь есть еще много чего. Например, подбор инструментов должен соответствовать жанру, в котором вы пишете. Это тоже очень важно. Нельзя писать бум-бэп и использовать даб-степ-снэр. Нельзя писать какой-нибудь супер-трэп, нью-джаз и пихать туда дрил-кик какой-нибудь. Нельзя писать симфонический оркестр, записывать и тут же добавить какую-нибудь партию из ресторанного синтезатора вот этого медичного. Нельзя. Другое дело, если вы, в принципе, всю какую-нибудь симфонию пишете на подобном синтезаторе, да, тогда это все будет звучать довольно органично. Поэтому, для того, чтобы понимать особенности жанра и какие в этом жанре используются инструменты и звуки, возвращаемся к предыдущему пункту, слушая много музыки и анализируем ее детально. Тогда у вас будет складываться какое-то понимание. Почему я это говорю? С одной стороны, это же, конечно же, банально. Это чересчур банальные и очевидные вещи. Проблема в том, что эти очевидные вещи для многих они не очевидны. Я провожу стримы, на которых зацениваю биты подписчиков с 2015 года. Я переслушал столько битов, что просто мама не горюй. И одна из основных проблем – это именно подбор инструментов. И даже я говорю не про качество. Я говорю во многом о нелогичности. Да, вот когда вот тут у тебя там какие-нибудь живые инструменты, бах, пластиковый какой-то синтезатор, который вообще сюда не вписывается. Поэтому третий подпункт у нас здесь – пользуйтесь логикой при подборе инструментов. Должна быть какая-то логика. То есть, если вы в вашем бите используете, например, какой-нибудь старенький джазовый лупчик, ну, логично, что на этот лупчик какая-нибудь песклявая хрень пластмассовая из какого-нибудь морфина или еще какого-нибудь стандартного инструмента FL Studio, она просто не ляжет сюда. Ну, просто не ляжет. Это просто будет нелогично. Поэтому логика тоже обязательно и пользуется. И ей вообще, в принципе, нужно пользоваться на протяжении всего создания бита. От начала до конца, прям. То есть, логика должна быть всегда. Не нужно добавлять инструмент просто ради того, чтобы добавить инструмент. Не нужно какие-то обработки применять, да, просто для того, чтобы их применить. Всегда должна быть логика каждого вашего действия. И четвертый здесь подпункт. Очень важный. Подбор звуков, подбор инструментов – это, по большому счету, подбор тембров. Каждый инструмент имеет свой тембр. От этого гитара звучит как гитара, пианино звучит как пианино. И также есть разные гитары, которые будут звучать по-разному. Да? Из-за чего? Из-за того, что у них разный тембр. Точно так же с пианином, точно так же с любым другим инструментом. Поэтому наша задача, когда мы подбираем инструменты, это, по большому счету, она сводится к подбору тембров. Таким образом, чтобы они, опять же, органично вместе звучали, как что-то единое целое. Если, например, будем сравнивать с картинами, то, например, у нас вся картина написана в пастельных тонах. И вот если мы туда влепим какой-нибудь неонового жесткого кислотного такого медведя, то он будет там, как ни пришей пи*** рукав. И чтобы он органично смотрелся на фоне пастельных тонов, нам важно что? Нам важно либо сразу подобрать оттенки этого медведя, таким образом, чтобы он органично туда вписался, либо сделать цветокоррекцию. Таким образом, чтобы он, опять же, хорошо туда уселся. Так же и тут у нас. То есть, опять же, возвращаясь, к примеру, с джазовым каким-нибудь лупчиком. Как он будет звучать? Как звучат старые записи? Мягкое, такое отфильтрованное звучание с шорохом маловысоких частот, обычно там, да, то есть такое вот, ну, мягенькое такое теплое звучание. И, соответственно, если мы хотим что-то туда добавить, то нам нужно, исходя из этого, и подбирать звук, а именно тембр звука. Не важно, какого инструмента. То есть, даже если мы будем экспериментировать и захотим на джазовое какое-нибудь пианино старенькое добавить какой-нибудь синт, почему бы, в принципе, и нет. Нам нужно включить только единственную логику и понять, что синт этот надо либо подбирать по тембру таким образом, чтобы он хорошо звучал с этим стареньким лупчиком, либо же тогда знать и уметь применять определенные обработки, цветокоррекцию, которые помогут нам совместить несовместимое по сути. И вот это очень важный момент, который тоже очень часто упускается от неопытности, от нелогичности действий, то есть вопрос подбора звуков, он сходится именно к подбору тембров. И если вы грамотно подобрали инструменты, если они у вас качественные, если они у вас соответствуют жанру, если вы тембры хорошо подобрали, то на стадии сведения у вас будет намного меньше проблем. В данный момент я все еще веду набор битмейкеров к себе в команду. Я ищу только замотивированных ребят, которые хотят расти, обучаться, добиваться чего-то в битмейкинге. Я обучаю их всему, что умею и знаю сам. И в дальнейшем после обучения начинаем двигаться по пути развития нашего гэнга, по пути реализации наших битов, по пути работы с артистами. Так что если ты чувствуешь, что тебе не хватает классного окружения единомышленников, знаний, опытного наставника, то по ссылочке в описании есть небольшая анкета. Ты можешь ее заполнить. Мы свяжемся с тобой и расскажем тебе, как попасть ко мне в команду. Заполняю анкету прямо сейчас, а мы едем дальше. Третий момент, не менее важный, чем предыдущие два, это аранжировка. Мало подобрать звуки. Их еще нужно грамотно распределить. То есть каждый инструмент, он по большому счету занимает свой определенный частотный диапазон. Соответственно нам нужно прописывать их партии таким образом, чтобы они находились на своем месте каждый. И чтобы они друг с другом как можно меньше пересекались, как можно меньше создавали разных конфликтов. То есть наша задача, вот я битмейкер, ты битмейкер, ты вон там тоже битмейкер, ты видимо тоже битмейкер. Вот наша с вами задача, в первую очередь, не решать конфликты, нет. Наша задача их не создавать. И абсолютно вообще насрать. Будешь ты это сводить? Или ты скажешь, ах, звукач сведет. Без разницы. Наша задача не создавать конфликты еще на стадии создания бита. Поэтому нам важно грамотно прописывать аранжировку. Ну вот представь оркестр. В оркестре есть главные скрипки, есть там альты, есть контрабасы. Контрабасист никогда не будет играть партию главных скрипок. То есть так же, как главные скрипки, никогда не будут басовую партию контрабаса играть. You know what I'm saying? Понимаешь, о чем я? Используй логику. Когда ты прописываешь партии своих инструментов, используй логику. То есть, например, если у тебя есть луп, ты хочешь к этому лупу что-то дописать свое. Если в этом лупе есть пианино, если в этом лупе есть скрипки, не нужно дополнительно прописывать какие-то скрипки и пианино. Они уже там есть. Это бессмысленно и нелогично. Дополни туда что-то, чего там не хватает, если это нужно. Грамотно сделанная аранжировка решает огромное количество проблем потом на стадии сведения. И тут важно отметить еще не только распределение по частотным диапазонам. Еще важно отметить то, что абсолютно необязательно все свои 32 партии, которые ты написал, пускать одновременно. Распредели их. Где-то ты можешь написать таким образом, чтобы два инструмента были одновременно, но, например, друг с другом вели диалог. Где-то пускай будет одна партия. Потом сделай логический переход какой-нибудь и пусти вторую партию. Другой инструмент. И опять же, тогда не будет нагромождений и не будет проблем потом при сведении. Плюс артисту будет где развернуться, потому что мы пишем биты для артиста, а голос артиста это тоже инструмент. И когда у тебя наполненная аранжировка разными партиями, артисту будет негде просто развернуться. И он тебе просто скажет, бро, бит, пушка, качество, высший сорт. Но не мое. Знакомо? Ну вот. Think about it. Чтобы не быть голословным, давайте разберем то, о чем я говорю, еще и на примере. Смотрите, вот у меня есть вот такой вот пианинка. Довольно мягкая, отфильтрованная, с какими-то там, типа старыми шумами. Я хочу к нему что-то добавить. И, например, вот у меня есть вот такой вот синт. И он звучит вот таким образом. Явно это сюда вообще никак не вяжется. То есть мы имеем какую-то старую пианинку, мягкую, и тут вот пластик такой, здрасте, вот он я. Поэтому мне что нужно сделать? Мне нужно либо найти более подходящий звук, например, вот такой. Получше вписывается к этой пианинке. Либо если я такой, ну окей, мне лень искать, но я знаю, что я могу сделать для того, чтобы этот инструмент ну получше вписался. Да, и тогда я такой включаю, окей, вот у меня есть Semantics Origin, я такой оп. Все. Ну, по сути, по сути, получился тот же самый вот этот вот следующий синт. Да, я просто не дошел до него. вот здесь, ну просто я срезал, соответственно, высокие частоты ему. И все. И он уже лучше стал звучать. Потом дальше, например, я хочу что-нибудь еще добавить. Вот у меня есть флейты какие-нибудь. И, например, если бы я флейту такой вот здесь начал писать. И что это за дичь получается? Или если ниже еще начал? Ниже еще хуже. И типа многие о, ну это ж жирнее. Да ни хрена не жирнее. Просто грязь получается, да? То, соответственно, флейту логично добавить куда-нибудь наверх. И все. У меня там есть пианинка вот с этим синтом. Да, они плюс-минус в одном частотном диапазоне, но они друг другу не мешают все равно. И плюс у меня оп, на высоких частотах где-то наверху я такой подключил флейту. И все. И все на месте. И никто друг другу не мешается, чем если бы я например сюда куда-нибудь вешал или сюда флейту и получилось бы ну непонятно что. То же самое например с драмкой. Снейр и хай-хеты. Вроде как с одной стороны и неплохо, но например если я сейчас возьму ну можно найти например хеты с тембром пониже. Можно если эти будут хорошо звучать опустить эти пониже. Более гармонично. То же самое со снейром. Я могу обработать который у меня был либо я могу найти другой, который органичней. Ну и так далее. Дальше то же самое с перкуссиями. То же самое с басом. Вот у меня был обычный спинс. Я его чуть-чуть обработал. И он лучше уселся в микс. Почему? Потому что я чуть-чуть поработал с его тембром и он лучше уселся. Я бы мог искать какой-то другой. Да, это почему бы и нет. Но так как я знаю какие действия я могу произвести с его тембром чтобы он лучше уселся я бы мне быстрее иногда просто взять и обработать. Если мне надоедает это у меня не получается или я не хочу просто я сижу еще подбираю другие инструменты которые опять же по тембру будут лучше подходить. Не создавайте конфликты и тогда вам не придется их решать. Ни вам ни звукарям. И тогда они на вас бомбить не будут а будут ставить вас в пример. И последнее о чем я хочу сегодня поговорить это баланс. Мало просто подобрать инструменты мало просто грамотно сделать аранжировку важно еще эти инструменты сбалансировать между собой. То есть важно сделать грамотный инструментальный баланс в вашем миксе. Не баланс громкости выкиньте это из головы и это не моя прихоть не баланс громкости а баланс инструментов. Самой формулировке заложена суть вашей задачи. И в чем проблема большинства битмейкеров у кого проблемы с балансом в первую очередь это то что они делают баланс громкости это то что они насмотрятся ютуберов которые рассказывают про баланс громкости которые показывают что кик должен бить в минус 6 бас в минус 12 и так далее и потом начинают это повторять делая баланс громкости но нам с тобой нужно делать баланс инструментов если мы хотим чтобы у нас получилась музыка и это не о хэдруме это не о каких-то там мифических значениях на которых должен звучать каждый инструмент это о музыке это о том чтобы набор твоих инструментов которые ты подобрал звучали как музыка а не как набор инструментов чтобы они из набора инструментов превратились в музыку и для этого музыку надо не с калькулятором сидеть вычислять а уметь слышать и чувствовать а для этого надо тренировать слух не устану об этом повторять слушать много музыки и анализировать ее и пропускать ее через себя чтобы научиться ее слушать и чувствовать самое главное и вот когда ты выкинешь из головы погоню за цифрами а начнешь слушать вот тогда у тебя начнет получаться подумай об этом музыка музыка Продолжение следует...